10 миллиардов рублей. Такую сумму инвестируют в развитие туристических проектов региона. На эти деньги в ближайшие 2-3 года построят современные турбазы, гостиницы, создадут новые туристические маршруты. К 25-му году мы намерены добиться повышения турпотока почти в 2,5 раза, до 8 миллионов человек ежегодно. Задача амбициозная, но я считаю выполнимая. Ставку будут делать на городской природно-рекреационный туризм. Для развития первого займутся реставрацией исторических центров туристических городов региона, отремонтируют дороги и подготовят интересные мероприятия. Опыт есть. В этом году Ярославль организовал сразу несколько крупных праздников. Пер на Волге, День Золотого Кольца, Масленица. Каждой посетили тысячи туристов. Помимо ярких эмоций – экономическая прибыль. Так, например, Широкая Масленица принесла 210 миллионов рублей. Задачей является снижение сезонности туристического потока, усиление и активизация работы по привлечению туристов за счет грамотного бренда и коммуникации с нашим потребителем. Конкурс на создание бренда региона уже объявлен. При губернаторе области создан Координационный совет по туризму. Благодаря ему удалось заключить несколько инвестиционных соглашений на сотни миллионов рублей. Павел Волков, Денис Ромашов. День в событиях. Это экскурсионка и сувенирка.